Правило первое. Запоминай, повторять не стану. Затверди, как строевой устав. Разговаривай с людьми. Всегда улыбайся. Понял? Люди это любят. Второе. Будь внимательным к человеку и выводи на разговор о нем самом. Третье. Найди тему, которая ему интересна. Четвертое. Проявляй искренний интерес. Пятое. Не забывай про интонацию. Вот они, главные правила самого известного телевизионного опера Жеглова. Правда ли, что этим правилам до сих пор обучают настоящих оперов? Это классика. Место встречи изменить нельзя. Показана именно работа толкового, грамотного оперативника. УН и ПТЛ. Набор букв для обывателя. Управление по наркоконтролю и противодействию торговли людьми для тех, кто внутри. Почти три десятка лет существуют отдельным подразделением. Первое направление – это линия наркоконтроля, что подразумевает под собой выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков во всех его проявлениях. И второе направление – это противодействие торговле и людьми. То есть преступления в сфере нравов, проституция, торговля людьми, распространение детского порно, педофилия. В настоящее время данный вид злодеяния приобретает все большее распространение. Ну, как по наркотикам, так и по линии нравов. В основном все преступления совершаются в сети интернета, либо посредством сети интернета. Журналистский штамп. Ногу со временем для оперативников имеет иной смысл. Преступность уходит в интернет с семимильными. Их задача – опередить. Работа у закладчика не пыльная. Предположим, у нас есть 200 граммов психотропа. Задача – расфасовать на дозы. В среднем одна доза психотропа – около одного грамма. Насыпали, взвесили, упаковали. Дальше прячем в тайниках и забиваем геолокацию. По ней покупатели и находят запрещенный товар. И есть целый набор, чтобы изобличить сетевых наркоминеров. Всего существует 15 видов оперативных схем. А вот уже непосредственно как применять их в более узком формате – это регулирует наши внутривенностные наркотинные проявы акты. Которые по понятным причинам осветить я не могу. Кто-то что-то нарабатывает свое. Метадон или кокаин, марихуана или спайс, амфетамин или героин. Наркотик или не наркотик – вот в чем вопрос. Ответ на который узнают именно здесь, в лаборатории. И именно от этих людей зависит дальнейший ход расследования. Сейчас мы узнаем, как это работает. Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, перекурсоров является довольно важным элементом в доказывании. Без заключения эксперта, в котором указано, что данное вещество содержит в своем составе наркотическое средство, либо психотропное вещество, как бы предъявить обвинение не представляется возможным. Сама экспертиза – это не только осмотр наркотика, изучение постановления материалов дела и само исследование. В среднем часа два, чтобы определить судьбу задержанного. Альфа-ПВП, амфедрон, марихуана, гашиш. Есть наркотики, которые встречаются довольно редко. Это кокаин, бывает довольно редко героин, марки, пропитанные ЛСД. Таких вот экзотов, да, типа лепестки лотоса голубого, такого у нас на моей практике не было. Были огромная партия прекурсоров. Любой наркотик, в первую очередь, это химическая формула и строение. По внешнему виду кокаин и мефедрон могут быть настолько похожи между собой, что визуально разницу определить очень сложно. Эксперт готовит экстракт, органический экстракт представленного растительного вещества, после чего исследует его аппарат уже, показывает, какое именно вещество находится в данном экстракте. Как часто приходят наркотики на экспертизу ежедневно? Опытный специалист по одному лишь химическому запаху может узнать, что находится в запрещенном свертке. Чем мельче измельчена субстанция, тем сложнее их отличать между собой. По запаху вот этих вот химических веществ, либо их продуктов синтеза побоченных, которые могут присутствовать в данной субстанции, уже предполагаем, что может быть. Но всегда ли в изъятых свертках и пакетиках находится наркотик? Бывают единичные случаи, когда это может быть и мука, это может быть крахмал. Крупнокристаллическая соль для ванны очень похожа по внешнему виду на кристаллы альфа-ПВП. Но если экспертиза подтвердит, что наркотик, то будет уголовное дело, а найденная запрещенка пойдет в деле, как вещдок. После рассмотрения уголовного дела в суде поступает выписка. После этого формируется специальная комиссия, в составе которой сжигаются наркотики, о чем составляется соответствующий акт. Подытоживая профессиональный секрет оперативников наркоконтроля, прост. Работа на упреждение. Когда получается выявить на ранней стадии злоумышленника, когда он еще только намеревается что-то сделать, мы уже об этом узнали. Мы начинаем в отношении его нашу работу, скажем так, наши оперативные игры. Это уже как инстинкт охотника. Ты добиваешься целей, и виновное лицо привлекается к установленным законам ответственности, не успев еще что-то совершить в отношении потенциальной жертвы. Даже лучший телевизионный опержеглов вряд ли мог предугадать, что спустя всего 40 лет преступники будут не только в жизни реальной, но еще и виртуальной. Но даже если предположить, что эра информационных технологий была бы знакома и ему, то и мы в этом абсолютно уверены, главный принцип и непоколебимое правило осталось бы прежним. Жестокие для конечного потребителя, для рядовой пехоты, для кураторов, неважно, для всей иерархии, мир наркобизнеса так или иначе строится на воровстве. Одни воруют, чтобы покупать, вторые воруют здоровье и жизни, ставя во главу пачки с деньгами. Но мы же помним. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Продолжение следует...